Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. В Большом зале администрации состоялось седьмое заседание Совета городского округа. Депутаты рассмотрели 10 проектов решений. Народным избранникам сообщили об итогах реализации программы по развитию культуры, озвучили прогноз социально-экономического развития. Уточнения в бюджете и решения о продаже части муниципального имущества также не скрылись от внимания депутатов. Подробнее в нашем сюжете. Это заключительное заседание Совета городского округа в этом году. Работа проходит при участии общественности города, руководителей предприятий и учреждений. В повестке дня седьмого заседания Совета депутатов обозначено 10 вопросов. По первой теме с информацией о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе» выступила директор управления культуры Татьяна Лихачева. Программа принята в августе текущего года и предполагает модернизацию сферы и совершенствование материально-технической базы. Муниципальная программа состоит из пяти подпрограмм. Финансирование программы осуществляется за счет средств муниципального, федерального и республиканского бюджетов, а также за счет внебюджетных средств. Объем финансирования муниципальной программы в 2016 году составил 86 286 500 рублей. Подробную концепцию стратегии социально-экономического развития муниципалитета представила первый заместитель главы администрации Ирина Голованова. Прогноз разработан исходя из комплексного анализа производственного потенциала, социальной инфраструктуры, демографической ситуации и перспектив изменений указанных факторов. По информации, за 2016 год индекс промышленного производства ожидается в размере 85%. В прошлом году он составлял 202%. Снижение показателей объясняется падением объемов производства наградообразующим предприятиям. Это связано с сокращением объемов государственного оборонного заказа и отсутствием заказов по внутрихолдинговой кооперации. В то же время на будущие периоды ожидается рост темпов. В 2017 году темп роста объемов производства промышленной продукции по сравнению с 2016 годом в сопоставимых ценах прогнозируется в размере 224%. В том числе гумертаусское авиационное производственное предприятие планирует темп роста объемов производства в размере 235%. В 2018-2019 годах заложен темп роста объемов производства в размере 112-119%, что выше, чем в среднем по республике. Было также обозначено, что в 2017-2019 годах в общей доле отгруженной продукции ожидается повышение доли маслозавода. Еще одним важным пунктом прогноза является объем инвестиций в городском округе. Объем инвестиций в основном капитал за счет всех источников финансирования по городскому округу за 2015 год составил 1,966,000,000 рублей или 141% к уровню предыдущего года. По республике темп роста объема инвестиций за прошедший год составил 100,2%. В 2016 году планируется увеличение объема инвестиций до 3 миллиардов рублей. Рост инвестиций на 50% ожидается за счет реализации проекта по строительству масла экстрационного завода. В прогнозируемом периоде с 2017 по 2019 годы планируется реализация на территории опережающей социально-экономического развития следующих инвестиционных проектов. Окончание строительства масло экстрационного завода в селе Маячный. Строительство двухпролетного автодорожного транспортного тайнеля по улице Карла Маркса. Проективный строительство инженерных сетей и новых микрорайонов Дубки. Реконструкция стадиона «Шахтер». Строительство детского сада в селе Маячный. Открытие швейного производства. открытие хлебопекарной и кондитерского производства, создание центра паллиативной медицины, реализация ряда других инвестиционных проектов, инвесторов, резидентов территории опережающего развития. Проект рассматривался на публичных слушаниях, в ходе которых замечаний и дополнений не поступило. Поэтому проект принят без изменений. О планируемых доходах в бюджет информацию представила заместитель главы администрации по финансовым вопросам Гульнара Гучербаева. Она отметила, что бюджет прогнозируется без дефицита. Общий объем доходов бюджета с учетом безвозмездных поступлений и ряда принятых решений по изменению законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства планируется на 2017 год в сумме 939 миллионов рублей, на 2018 год 931,4 и на 2019 год 935,2 миллиона рублей. Снижение общего объема доходов в 2017-2018 годах объясняется уменьшением объема межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета. Объем поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города в 2017 году определён в сумме 323,6 миллионов рублей, со снижением к утверждённому плану на 2016 год на 0,3%. В 2018 году 346,9 миллионов рублей и в 2019 году 350,7 миллионов рублей. Снижение прогнозных показателей налоговых и неналоговых доходов в 2017 году обусловлено снижением поступлений акцизов на нефтепродукты. В ходе заседания депутаты утвердили проекты об инвестиционном климате в городском округе, о внесении изменений в структуру администрации, о мерах, направленных на снижение задолженности арендаторов муниципального имущества, о планах работы Совета на будущий год. Также рассматривался вопрос о разрешении продажи части муниципального имущества предприятия «Кристалл». Это вызвано необходимостью погашения кредиторской задолженности, долгов перед работниками и стабилизации финансового положения предприятия. На 1 октября текущего года общая сумма кредиторской задолженности составляет 6 миллионов 862 тысячи рублей. Данная задолженность сложилась не за один год и продолжает расти с каждым месяцем, так как предприятие не в состоянии за счет поступающей выручки покрыть текущие платежи. По данному вопросу принято положительное решение. В завершение глава администрации Борис Беляев и председатель Совета городского округа Олег Астахов поздравили собравшись с наступающим Новым годом. Основная функция госавтоинспекции не ловить нарушителей, а предупреждать аварийные ситуации на дороге. Как справляются со своими обязанностями доблестные республиканские патрульные? В здании администрации Салавата состоялась выездная пресс-конференция с руководителем ГИБДД Вашкортостана. Вопрос удалось задать и моему коллеге Константину Меркушеву. В большом здании администрации города Салават прошла вторая выездная пресс-конференция, на котором главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Динар Гельмудинов дал отчет о работе за 11 месяцев 2016 года. Цифры говорят сами за себя. Если взять статистику, идет снижение аварийности. Именно первый показатель, который нас в первую очередь интересует, количество погибших. У нас практически на 16% идет снижение количества погибших. На дорогах республики на сегодняшний день погибло 472 человека. Это тоже говорит о чем, что цифра большая. Мы находимся в критериях оценки пятой регион страны. По количеству погибших людей это не говорит ни в коем случае, что ситуация очень такая хорошая. Если даже мы работаем, как я сказал, со снижением, это не говорит о том, что у нас все очень-очень хорошо. Он подчеркивает, что это только выявлено, а сколько еще нарушений осталось безнаказанным. Если сравнивать с показателями 2015 года, то уровень и количество нарушений тоже снизился. Заслуга в этом сотрудников госавтоинспекции немалая. Найти нарушителей сотрудникам помогают камеры, видео и фотофиксации. Благодаря технике количество нарушений снизилось почти на 20%. У техники есть еще один плюс. Она также экономит человеческий ресурс. Начальник ГИБДД также подчеркнул необходимость увеличения количества камер по республике. Мы поставили камеры автоурагана, которые фиксируют заезд, выезд транспортных средств. Со всех направлений республики у нас и заездные есть камеры, которые заехали, посмотрели. Сотрудников убрали? Убрали. Образно говоря, вот в городе Уфе у нас 5 СПМов работало, да, 5 СПМов. Мы там 74 человека держали. 74 человек, до чего? Когда можно перейти на современные методы работы. Сейчас камера фотофиксации. Вот глава республики пообещал нам, мы планово тихонечко развиваемся. До 800 комплексов фотофиксации мы доведем. В течение 3-4 лет мы до 800 комплексов доведем, чтобы у нас по республике, по крайней мере, это было. Инспектора не нужны там уже. На сегодняшний день в республике постоянно проводятся мероприятия по профилактике нарушения правил дорожного движения. Особое внимание уделяется работе с детьми. Так, например, было отмечено организованной перевозки детей. Ведь 4 декабря 2016 года в Ханты-Мансийске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего организованную группу детей. Тогда погибло 10 человек. Сотрудники госавтоинспекции моментально среагировали на это происшествие. Если у нас постановление правительства, там написано в течение 10 дней, обязаны подать заявку, но я своим сотрудникам, начальникам госавтоинспекции дал поручение, что никаких там 10 дней. Если есть там необходимость срочно решать, в течение суток будем принимать решение, никаких вопросов не будет. Но хотя бы нам сутки, двое надо обязательно, чтобы мы могли что-то сделать. Это не говорит о том, что мы взяли на себя ответственность и забыли. Вот каждый автобус контролируем. Доехал он до места, не доехал. В конце пресс-конференции состоялось награждение. Главный инспектор вручил благодарственные письма представителям СМИ. За сотрудничество в деле пропаганды, безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожного транспортного травматизма. Константин Меркутшев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Отдать долг Родине, пройдя службу в вооруженных силах, обязанность каждого настоящего мужчины. Однако такое явление, как уклонение от службы в армии, по-прежнему имеет место в том числе и в нашем городе. Не так давно призывник не посчитал нужным прибыть на республиканский сборный пункт. Подробности этого происшествия узнаем у заместителя прокурора города Кумертау Олега Балачевцева. Он у нас на связи. Здравствуйте, Олег Владимирович. Расскажите подробнее об этом случае. Здравствуйте. Прокуратурой города Кумертау в декабре месяце утверждено обвинительное заключение в части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Российской Федерации уклонения от воинской службы при отсутствии законных оснований для отсрочки в отношении местного 19-летнего жителя города Кумертау, являющегося учащимся первого курса института. Как призывник объясняет свое уклонение от службы в армии? Установлено, что данное лицо умышленно уклонялся от службы в вооруженных силах Российской Федерации, а именно не явилось в первый раз военный комиссариат для прохождения медицинской комиссии. Второй раз по повестке, явившись военный комиссариат, направил заявление о том, что не согласен с выводами медицинской комиссии о его годности к службе. Получив третий раз повестку о явке военный комиссариат Республики для прохождения уже республиканской медицинской комиссии целью установления повторной его диагноза и возможности службы в рядах вооруженных сил России, вновь умышленно без уважительных причин не явился на республиканскую комиссию, тем самым совершил уклонение от службы в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Подсудимый, будучи допрошенным в качестве обвиняемого по уголовному делу, вину не признал, пояснил, что считает себя больным, с выводами медицинской комиссии не согласен. Скажите, какое наказание грозит уклонисту от службы? Его виновность по матерам уголовного дела подтверждалась вопреки его показаниям, показаниям свидетелей, данными результатов медицинского свидетельства, непроведенного комиссии, где он был полностью признан годным к службе в рядах вооруженных сил, повестками иными доказательствами, совокупность которых позволила при изучении материалов уголовного дела прийти к выводу о том, что виновность его полностью доказана, и утвердить обвинительное заключение. В настоящее время данное уголовное дело в отношении молодого человека, переданного в суд, ему по настоящей статье грозит наказание до двух лет лишения свободы. Прокуратурой города в дальнейшем по данному уголовному делу также будет поддержано государственное обвинение. Спасибо. Я напомню, у нас на связи был заместитель прокурора Олег Балачевцев. Он рассказал о ходе расследования дела в отношении уклониста от службы в армии. В администрации прошло заседание Координационного совета по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства. Участники совещания подвели итоги уходящего года и поговорили о будущих задачах. Расширенные заседания Координационного совета по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства проходят при участии бизнес-сообщества города и почетного гостя, руководителя Уральского центра мониторинга и аналитики общественной инициативы Ильяны Саитовой. Об основных итогах реализации муниципальной программы в 2016 году с отчетом выступил глава администрации Борис Беляев. Он напомнил об ожидаемом значимом событии года. Это подписание статуса территории, опережающего социально-экономическое развитие. Это позволит привлечь в город инвесторов. Мы активно готовим площадку для инвесторов. Начата работа по открытию индустриального парка в Оратыновске возле городских очистных сооружений. Площадь парка на сегодня составляет 50 гектаров, с возможностью дальнейшего расширения до 219 гектаров. Инфраструктуру парка планируется построить за счет средств фонда развития моногородок. А это порядка 750 миллионов рублей. Сегодня ведется поиск резидентов. Мы будем рады, если кто-то из наших предпринимателей станет резидентом парка и привлечет своих друзей и знакомых. Хочется отметить то, чтобы стать участником программы по строительству инфраструктуры за счет фонда развития моногородок, мы должны эти 50 гектаров заполнить порядка не более 25. На 40% этот пар должен быть у нас заполнен бизнесом. Только тогда выполнятся условия для того, чтобы вступить в эту программу. Еще одним важным событием уходящего года стало привлечение крупной суммы по объему софинансирования поддержки малого и среднего бизнеса. Моногород Кумертау привлек из федеральной казны 88 миллионов рублей. Из республиканского бюджета на эти цели поступило порядка 7,5 миллиона. В итоге объем поддержки превысил 95 миллионов рублей. В прошлом году эта цифра равнял 17 миллионам. Таким образом, в этом году 111 предпринимателей получили федеральную поддержку. Это позволит открыть более 230 рабочих мест. Говорили на заседании и о планируемых проектах по благоустройству территории города, развитию туризма и спорта. В частности, речь шла о переоснащении бывшего терапевтического корпуса по улице Искужина под гостиничный комплекс, реконструкции лыжероллерной трассы, строительстве ресторана. Согласно повестке дня, участники заседания рассмотрели информацию по продаже в собственность арендуемых помещений, а также итогах реализации проекта МФЦ для бизнеса. Заседание завершилось приятной миссией. За помощь в проведении праздников Ураза-Байрам, Курбан-Байрам, благодарственными письмами администрации и организации мусульман города были награждены ряд предпринимателей. Далее заслуженные награды получили самые активные представители предпринимательского сообщества и участники республиканских этапов конкурсов для бизнесменов. Предприниматели – важная составляющая общего развития городской среды. Ведь именно бизнесмены создают новые рабочие места. Для них в городе и открыли Центр делового развития. На торжественном открытии побывала и наша съемочная группа. Торжественное открытие межрайонного Центра делового развития, которым будут охвачены Миякинский, Стерлибашевский, Федоровский, Мельузовский и Куригрозинские районы, состояло здание РТ. На открытии Центра присутствовал глава администрации Борис Беляев и руководитель Уральского Центра мониторинга и аналитики Илья Анна Саитова. Они в торжественной обстановке разрезали красную ленту. АПЛОДИСМЕНТЫ Основная цель Центра – помощь в открытии собственного дела. И открытие именно в нашем городе не случайно. Выбор площадки не случайен, потому как Кумертау – город активно развивающийся и создающий очень комфортные и благоприятные условия для развития и ведения бизнеса. И в том числе это, конечно, будет сказываться не только на предпринимательском сообществе, но и на качестве жизни горожан. В числе приоритетных направлений развития региона, безусловно, в том числе и создание благоприятных, комфортных условий для ведения бизнеса. И такие Центры делового развития и сопровождения – это еще один инструмент для эффективной деятельности предпринимателей на местах. Центр поможет участникам оформить свои идеи в конкретный бизнес, преодолеть барьеры к пути его создания и развития. Это хорошая возможность оценить свою идею, пообщаться с единомышленниками, получить много новой и интересной информации. Мы готовы оказать консультационные услуги как уже действующим предпринимателям, которые имеют свои проекты на сопровождении, так и начинающим предпринимателям, которые получили поддержку стартап, муниципальная программа поддержки предпринимателей, и также поиск новых людей, которые желали бы открыть свое дело. Специалисты Центров будут оказывать бизнесменам помощь, юридические и бухгалтерские услуги. Любой человек может зайти в Центр и получить консультацию по различным направлениям, а именно по налогу обложению, по анализу инвестиционного проекта, по технико-экономическим обоснованиям и многим другим. Кроме всего этого, помощь будет проводиться на бесплатной основе. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Педагогический звездопад. Под таким названием в этом году прошел конкурс на лучшего педагога. В течение месяца лучшие из лучших подтверждали свою квалификацию. 19 декабря в ДК «Рассвет» состоялся гала-концерт, на котором подвели итоги конкурса. О том, кто победил, знает Константин Меркушев. Педагог – это человек, профессионально занимающийся преподавательской и воспитательской работой. Это одна из важнейших профессий в наше время. У каждого человека есть или будет ребенок, и мы должны с уверенностью отдавать его в надежные руки. В декабре учителя и воспитатели показали поистине свои профессиональные качества. Каждый педагог, принявший участие в конкурсе, достоин самой высокой оценки. Конкурс завершился очень удачно. Я думаю, что каждый, кто принял в нем участие, уже победитель. С одной стороны, это работа по обобщению всего того опыта, который накоплен каждым из конкурсантов, и которым они в течение этого конкурса смогли щедро поделиться со своими коллегами и со всеми нами зрителями. На сцену вышел коллектив, от нас вам глаз не отвезти. Мы каждый день готовы в сад идти. Здесь встретят меня, милая, коллеги все красивые и дружные ватаны лебедни. И дружная ватана лебедни. Этот конкурс уже давно завоевал популярность в нашей стране. Новаторство, творчество, умение найти контакт с детьми – все это показывают педагоги. Всего в конкурсе участвовало 17 человек. Они соревновались в четырех этапах – написание эссе, занятия с детьми, мастер-класс и визитная карточка. На протяжении всего конкурса жюри наблюдали и оценивали профессионализм конкурсантов, куда входили заместители, начальник образования, методисты, старшие воспитатели и председатели правкома. Именно от них зависело звание лучшего воспитателя и учителя города. На галоконцерт педагогов пришли поддержать их близкие и коллеги по работе. Интрига сохранялась до конца мероприятия. И вот он – долгожданный момент. Под аплодисменты на сцену поочередно пригласили конкурсантов. Всем призерам и победителям вручили грамоты, памятные призы, абонемент от спонсоров и денежное вознаграждение. В диплом первой степени награждается Шилина Оксана Александровна. Победитель муниципального конкурса «Петагогический звездопад-2016». После церемонии награждения мы пообщались с участниками конкурса. Для многих результат был неожиданным. Пока в шоке. Честное слово. Вот так неожиданно. Но готовились, старались, конечно, все силы приложить для этого. Не знаю, для меня на самом деле вот это такая неожиданность большая. Было трудно, но интересно. Хочу сказать большое спасибо. Большое спасибо организаторам этого конкурса. Жюри за высокую оценку моей профессиональной деятельности. Кому не удалось победить в конкурсе, не отчаиваются. И через несколько лет вновь будут пробовать свои силы. Все в этой жизни, все впереди. И я думаю, у меня еще будет такая возможность. Будем верить, надеяться. На ваш взгляд, чего может не хватило для победы? Немного уверенности, наверное. Поэтому будем верить в себя. Город выбрал трех лучших педагогов. Теперь им предстоит представлять наш город на республиканском уровне. По словам директора казенного учреждения управления образованием Марины Геннадьевны, победители конкурса могут рассчитывать на помощь. Безусловно, подготовиться к этому конкурсу в одиночку абсолютно невозможно. Это огромный труд всего коллектива. Я думаю, что методическая служба управления образованием окажет всю необходимую помощь при подготовке участников к республиканскому этапу. Коллектив телекомпании желает победителям успешного выступления на республиканском уровне. Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.